итак следующий этап это фрезеровка ручек для моего улиц буду я делать резервать ручки на той части которая длиннее то есть хват у меня получится сбоку справа и слева от литка некоторые делают со стороны литка из задней стороны но я считаю это не совсем правильно потому что ну беспокоиться пчелы когда производится хват итак я первое что я сделал это собрал свой стол фрезерный установил фрезу диаметры 20 миллиметров то есть сам пас у меня будет 20 миллиметров и вылет 11 миллиметров от стола справа и слева я расположил боковые упоры ограничители в данном случае они хватит ограничителя дальше как уже раньше показывал у меня есть обозначение вверх и лицо и данном случае я укладываю лицом на стол и верхом к параллельному упору прикладываю к одному ограничителю когда включу фрезер опускаю и прохожу делаю выборку и поднимаю принципе ничего опасно но самое главное в данном случае очень четко прижимаешь деталь как к столу так и к параллельному упору и не давай слабим и ничего здесь наверно сложного не итак начнем включая фрезер в результате у меня получилось вот такая вот ручка на которую я буду брать и переносить у каждой делает под себя там у меня достаточно 11 миллиметров знаешь некоторые советуют 15 но мне нравится так забыл еще сказать к фрезеру конечно подключен пылесос поэтому стружка сверху конечно летит и чтобы было очень плотное привлекание время от времени надо стружку опилку либо воздухом выбирать либо щеткой кому как удобно главное что вот это вот поле оставалось чистым особенно зона прижима все ничего сложного поехали делать следующий этап моей работы это приготовление литков то есть вернее выборка отверстий для литков заготовка которые будут скажем так фасадной части я сделал разметку выбрал примерно центр и сделал разметочку где будут делать отверстия диаметром 22 миллиметра и дальше сюда устанавливать литковый заградитель они могут быть любые формы но смысл в том что есть разные положения это полное открытые на одну пчелу просто вентиляция либо закрыть это понятно но буду это делать на своем станке я выставил ход фрезы до такой степени чтобы она касалась от нижней под ложечки моей и так далее отключаются так на заготовке с обратной стороны стильного здесь с другой стороны получается маленькое отверстие которое делает мини-сверло на билет постера опять же устанавливаю это нужно для того чтобы не было заусилцев вырвал в другой стороне но благодаря этому у меня чистое без заусенцев относительно чистое можно на стачке немножко пройти литковое отверстие дальше я закреплю покажу как литковый заградитель прямо здесь это будет следующая операция следующая операция которую я буду проводить касается вернее предложения темы тех же литковых заградителей для того чтобы установить сам литковый заградитель который будет закрывать наше отверстие нужно собственно говоря что раздеваясь который я располагаю так как я хочу чтобы они располагаются здесь есть отверстие для крепежа я его очерчиваю дальше для помощи того же заградительного стенка я делаю отверстие 4 мм конечно здесь тоже желательно подкладывать какую-нибудь лосточку что я сейчас наверное сделаю но с другой стороны я беру зенковку небольшую и зенкую отверстие с обратной стороны для того чтобы утопить шляпку вот такого болтика болтик на 4 мм я его вставляю сюда с обратной стороны я устанавливал вернее с лицевой литковый заградитель и такой вот барашковой гайкой я его прижимаю я его креплю все он закреплен для чего я это делаю для того чтобы можно было поменять положение литкового заградителя не бояться что самопроизвольно если сделать просто саморез то ли под действием влаги дождя снега чего угодно птиц он может то ли закрыться то ли открыться вот поэтому я имею возможность фиксировать жестко относительно жестко но тем не менее он не сдвинется под воздействием либо природных факторов либо животное птица сама пчела вот я могу перестраивать в любое положение которое мне надо все это подходит закрепляется закрепляется и фиксируется с обратной стороны утоплена шляпка ее скорее всего впоследствии даже запроплюсуют пчелы ну можно конечно ее зашпуклевать но я это сделаю вот таким образом я заканчиваю с литковым заградителем мне надо их еще сделать итак завершающий этап это сборка самого конца для этого собирать я буду на клин клин использую D3 ПВА и так промазываю две детали пазы которые специально выбирали для сборки корпуса клея наношу достаточно но не так чтобы он вытекал да при сдавливании он должен проявиться но не более этого достаточно подобный клей я использую например у нас дальше вот здесь опять же лицо от меня лицо вверх и здесь лицо вверх и главное не ошибиться чтобы ручка была наружной вверх я не вижу гулян не нужно пока можно выставить нижнюю часть приблизительно и дальше выставляю заднюю крышку вот ее мы я ее я ровняю она должна совпасть по всем плоскостям возможно где-то там выгнула дерево но тем не менее основа должна быть собрана достаточно четко чтобы увидеть четкости я использую уголки пластиковые и прижимы прижал здесь посмотрел и так же прижал здесь посмотрел это позволит контролировать угол 90 градусов то есть в положении зафиксированном угол контролировать значительные надпылищи то же самое с другой стороны совмещаю все по внешнему контуру я так договорился с сам собой то что внутри может может быть при запиле пива могла огонь все что угодно могло произойти дальше будет одна штука еще раз проверяю один 3 тот любит словos Продолжение следует... Продолжение следует... Да, еще есть нюансы. Конструкционно здесь выпирают шипы от боковых стенок. Их надо убрать. Корпус, который я собрал уже чуть раньше. Рамочка помещается, немножко ходит. Корпус на 2 мм ходит вправо-влево и вперед-назад. Чего и хотелось бы добиться. И ставим, конечно же, корпус шаблона. Все осталось. Леток я уже сюда не устанавливал. Верховый заградитель, наверное. Вот так крепится, закрывается. Осталось убрать углы, отшлифовать все. Ну, наверное, зашпаклевать, а шлифовать и поправить. Работа на 30 секунд для видео. А так завтрашний день от этого посвящен. Единственный вопрос, который у меня есть, не знаю, как решить. Нужны ли прилетные доски, досточки, для таких лицов? Можно сделать, выпилить красивенько. Но нужны ли они пчелам? Обращаюсь к вам за советом. Напишите, кто как использует. Самое главное, не просто я то, я то. Хотя и так можно. Самое главное, что я хотел бы услышать, какая польза от прилетной доски. Я понимаю, что во время медосбора пчелы летят перегруженные. Они просто плюхают, как на взлетную полосу, и становятся очереди, чтобы зайти. Так ли это? Кто наблюдал ли кто-нибудь об этом? То, что может сказать по этому поводу. Будут благодарен. Итак, следующий этап моей работы. Это закругление углов, если так можно сказать. Сейчас у нас корпус имеет ровные, надеюсь, углы под 90 градусов. Я хочу их скруглить, чтобы было удобнее работать. Скруглить я буду со стороны, скажем так, лифковой и тыльной части, чтобы получился угол. Чтобы у меня не было вырвов. С другой стороны, потому что такое может быть фреза, когда выходит, она делает, иногда делает вырвы. Тем более, это сосна, очень такой материал мягкий. Поэтому я буду использовать брусок, который я подложу сюда, и буду проходить вместе. Скорее всего, за два раза. Итак, поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В итоге у меня получается скругление, которое я, безусловно, еще шлифмашинкой подработаю, потому что не хватает радиуса. Тем не менее, угол уже не прямой, а скругленный. Здесь немножко шлифмашинка. Можно, конечно, попробовать еще и с этой стороны, но не знаю, что это мне даст. Ничего это мне не даст. Вот. Ну вот таким способом. И буду продолжать дальше. Все, смотрим. И все-таки попробую с другой стороны. Получается более круглый, меньше подрабатывать. Так что буду делать с двух сторон. Первый проход по-прежнему делаю от стороны литковой, вот меньшей части с подкладкой, чтобы обезопасить себя от вырвов древесины. Дальше. Прохожу с другой стороны. Ну вот так. Работаем дальше. Дальше. Так. Вперед. Смотрите продолжение в следующей серии. ну вот закончил я скруглять углы скажем так вот получилось таким образом немножко не шлифмашинка еще пройдусь ну принципе углы скруглены до было несколько выровов буду их ловить приклеивать обратно ну вот таким образом дальше буду работать ну вот я закончил делать скруглять часть корпусов где-то требовал себя подшпаклевал чтобы не было никаких щелей потому что как бы точно не пилил пилами непрофессиональное бывают небольшое биение не получается конечно не ровно поэтому пришлось стыке особенно вот эти вот угловые чуть пройти шпаклевка использовал я два вида шпаклевки это автомобильная шпаклевку заделал я прежде всего места там где саморезы где беленький это автомобильная шпаклевка очень хорошая она мне нравится сохнет быстро буквально там через 30-40 минут можно обрабатывать на дереве но она меня к сожалению закончилась дальше использовал обычную акриловую шпаклевку для дерева она работает тоже великолепно немного конечно уседает но с этим я справляюсь прелестью в том что вот например на сосне принципе и не совсем видно где были куда заходили саморезы но один минус ей надо дать хорошо вот всего сегодня сейчас я пройдусь еще где-то прошел следующий пройдут акриловой шпаклевкой и дам как минимум сутки просохнуть всем шлам потом отшлифую и покрашу